Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберца Владимир Николаевич Брянцев. Я так понимаю, Владимир Николаевич, вы первый раз стали депутатом. Здравствуйте! Да, я первый раз избирался в Совет депутатов городского округа Люберца. Но до этого моя общественная деятельность складывалась из того, что я на протяжении 9 лет был членом общественной палаты городского округа Люберца. То есть непосредственно представителем общественности? Да, непосредственно представителем общественности. Ну вот и настал момент, когда решил попробовать свои силы уже в законодательстве. А почему? Вот возникает вопрос, потому что к депутатам относятся по-разному, тем более, я имею в виду, почему. Вот считается, что там депутат Госдумы, вот к нему, если обратишься, решит все. Потом депутат Московской областной думы. А вот депутаты на местах, их даже люди, вот когда выборы происходят, некоторые просто, ну, игнорируют выборы, потому что почему-то как-то депутат самый первый, да, считается, что, ну, что он решит. На самом деле, исходя из тех людей, которые к нам приходили, и прошлого совета, на нем-то лежит вся ответственность. Мы об этом сейчас будем говорить. Так вот, такой вопрос. Почему вы решили стать депутатом? Я решил стать депутатом, потому что, ну, во-первых, я родился, вырос всю жизнь, живу в родном городе. Вот, и на протяжении своей общественной деятельности люди, соседи, друзья неоднократно обращались с этим вопросом. Потому что, как вы говорите, действительно, доверие к муниципальной власти почему-то у людей слабоватое. Не сказать, что его нет, но оно слабое. Но от людей тоже зависит, которые проживают в городе. Вот. Очень много не коренных жителей, а приезжих людей, которые используют... Не чувствуют, да? Да, не чувствуют вот этого, так сказать, своей малой родины. Вот. Но вот из того числа людей, которые действительно коренные жители, вот, разговоры с ними часто услышал. Ну, и, как бы, наверное, настал момент отреагировать на это. Я так понимаю, что здесь и, как бы, в хорошем смысле слова, боль за свой городской округ, потому что непосредственно. А, действительно, все, скажем так, населенные пункты, которые находятся рядом с Москвой, это все-таки для многих база просто вот для ночевки, да? Приехал человек, переночевал, а вся основная его деятельность происходит в Москве. Понятно, что, конечно же, этим людям тоже важно, чтобы у них было отопление, чтобы у них были какие-то решены проблемы бытовые. Но, тем не менее, все-таки основной у них, как бы, на Москву такой прицел. Да, и хочется донести вот до этих людей, что надо участвовать и ходить на выборы, участвовать в жизни города. Потому что, если они не принимают участие, это на самом деле неправильно. Вот, ихний голос будет всегда услышан, как бы они ни считали обратное. Поэтому работаю тоже в этом направлении, общаясь с жителями. Ну, тем более у вас опыт общественной палаты. Ну, да, и, ну, до кого-то доходит, так, если по-русски сказать. Ну, мы сейчас поговорим, да, о наказах, кто к вам обращался, и как сейчас идет процесс, как выстроена обратная связь. Но еще один такой вопрос. Ведь действительно, почему-то боятся, не то, что боятся, но неправильное слово. Они считают нужным, да, обращаться к депутату, потому что считают, что депутат ничего не решит. Насколько нынешний совет, потому что, в общем-то, он фактически только начал такую активную фазу своей деятельности, и вообще в городском округе Люберцы, да, сейчас вот немножко все меняется. Насколько совет понимает, что есть вот те люди, которых надо убедить в том, что мы работаем, что вот посмотрите, там, понятно, что Октябрьский проспект – это вечная проблема, это федерального значения, тем не менее. Это не то, что проблема. Октябрьский проспект – это неизбежность. Это неизбежность, но тут без федеральных властей ничего не сделают. Да, без федеральных властей, соответственно, ничего не сделают, потому что это финансирование очень приличное. План. План, вот, но проспект в городе, он должен быть. Должен быть. Потому что это большой город, это уже у нас, получается, городской округ в составе нескольких поселений, это приличная территория. И когда этот Октябрьский проспект начинал своего существования, он подходил для своего функционала. Сейчас он не справляется очень серьезно, поэтому реконструкция, она должна быть. Но при этом существуют домовые территории, подъезды, я не знаю, там, лавочки, цветы, трава, асфальт, бордюры, все-все-все-все-все, отопление, вода. Все то, что, собственно говоря, многие просто не знают, что есть у депутата возможность на заседании Совета депутатов поднимать вопросы вплоть до конкретных домов. В комиссиях, мы сейчас поговорим еще о комиссиях, которую, хоть я так веду, к комиссии по ЖКХ, которой работает Владимир Николаевич, он назовет нам полное название. То есть люди сегодня после вот этих выборов почувствовали, что вот это вот доверие к депутатам? Я думаю, люди, которые идут на выборы и живут в городе и всей душой за нее переживают, они доверяют, что депутатам нынешнего созыва, что прошлого созыва. И активно принимают участие в работе с депутатами. Активная часть городского округа? Да. Всегда, как бы, у всех депутатов открытый приемник, где они всегда выслушают, помогут, посоветуют. Даже если этот вопрос невозможно решить в сию минуту, этот вопрос можно включать в план на будущий год, контролировать его проведение. То есть, чтобы люди видели, что идет действительно с ними общение и попытки решения этих вопросов. Они это очень понимают, люди, на самом деле. Когда пришел человек, постучался, просто пришел, сказал и реакцию. И когда контролируют решение вопроса, даже если этот вопрос не получилось решить 100%, хотя бы если он решился на 50%, люди уже начинают доверять. И вот каждым человеком, каждым жителям надо дорожить, каждому стараться уделить внимание. То есть, каждый житель должен знать, что если он оформил, скажем так, наказ, обратился к депутату, и депутат зафиксировал эту просьбу на рассмотрение и так далее, он должен получить обратку, то есть обратную связь, как решен вопрос. Даже если он и не решен, то почему и что можно сделать, чтобы его решить? – Владимир Николаевич, ну тебе пришло время назвать все-таки комиссию, которую вы представляете, потому что комиссия, без которой нам не жить всем. И я так понимаю, вы заместитель, да, в этой комиссии? – Да, я заместитель и председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории транспорта. – Ну, это же прям поэзия, да? Поэзия для депутата. – Мне кажется, что с утра до вечера должны быть. – И объем работ, планов, которые, наверное, не объять двумя руками. – Громодьем. – Да, потому что можно смотреть с утра и до позднего вечера, ну, не то что смотреть, а решать вопросы, и они будут нескончаемы. Такая сфера услуг, она огромная. – И которая, она как живой организм, да? – Да, одно зависит от другого. – То есть, наверное, нет ни единого дня, когда вот все идеально. Если все идеально, то уже напряжение какое-то должно быть, потому что так не бывает. Почему? Потому что транспорт – это движение, это состав, подвижной состав, это запчасти, это водители, это правила дорожного движения. Да, вот у нас ГИБДД тоже очень часто бывает. Мы тоже говорили на эту тему о городском транспорте. А ЖКХ – это, естественно, но зима. Все мы почему-то всегда рассчитываем, что зима будет самая лютая, да, и так далее. – Да, ну, мы живем в России. – Да, да, мы ко всему готовы. И начнем с наказов избирателей, то есть вы их получили. Какие сейчас у вас, как у депутата, есть конкретные, может быть, наказы? Вот сообщите нам о них, которые, может быть, в работе или которые планируются для работы. – Да, в ходе избирательной кампании люди обращались с вопросами, которые были все зафиксированы. Также у нас в следующем году большой юбилей города, 400-летие. И мы попытаемся решить какие-то более глобальные вопросы, с которыми обращались жители. Это вот у нас есть, так сказать, прокол под железной дорогой, туннель, с одной стороны города на другую. И там одна полоса туда, одна сюда. Это с нынешней застройкой, это очень много проблем создается. – Совсем, да, такое архаичное что-то. – Да, есть мысли, идеи, что выйти на региональный уровень, чтобы нам оказали помощь в решении этого вопроса. – Я там понимаю, что и РЖД должно участвовать в этом, и дорожные службы, да? – Конечно, конечно. Там очень много коммуникаций еще проходит, поэтому тут… – Там просто так не копнешь. – Не копнешь, просто так. Это большой проект, который требует серьезного подхода и серьезного финансирования. – Ну, то есть разговор о нем идет, потому что вы не первый депутат, который об этом говорит. – Да, потому что действительно, когда вот на встречах с жителями перед выборами звучали эти, все это зафиксировано. Вот, также еще один вопрос по железной дороге. У нас есть поселок Калинино, вот, и тоже там народная тропа, скажем так, люди ходят. – Я был в тех, у кого-то в гостях был в том районе. – Очень безопасно, на самом деле, перебегает. – Вот, тоже жители обратились с вопросом, как это сделать безопасно. – Либо мост, либо… – Да, проход какой-то вот в этом месте. – Ага. – Вот, тоже услышали, будем пытаться выходить на региональные власти, чтобы… – Ну, вот, буквально на этом примере, это очень серьезный, да? – Очень. – Это почти вот как Октябрьский проспект. – Да. – То есть вы, как депутат, я так понимаю, совместно с депутатами Московской областной думы, да, возможно, выход на депутата городской думы, и таким образом… – Государственные. – Да, государственные, да. – Вы подаете, начинаете работу вот с РЖД? – Да, есть же различные программы, федеральные проекты, будем смотреть, может быть, куда-то… – Да, потому что построить мост, например, это же, наверное, мост-переход даже самый простой, там, я знаю, из какого-то… – Это кажется, что просто. – Легко, да, абсолютно. – Да, но на самом деле очень много и проектной разрешительной документации, которые… – Ну… – Техническая проработка занимает больше времени, чем физически построить. – Ну, хорошо, это такой глобальный, да, то, что хочется. – А по поводу ЖКХ я же не могу спросить. – Вот четко есть ощущение, что, ну, мы не слышим каких-то конкретных там жалоб, что кто-то где-то замерзает, кому-то что-то и так далее. – Я помню даже, значит, в Москве, например, висели такие, ну, как скажем, объявления от ЖКХ, что если у вас какие-то проблемы будут с трубами после того, как мы запустим тепло, сразу обращайтесь, ну, такой дежурный телефон, где решались вопросы. Можно сказать, что сезон уже идет в полном объеме, что там, где даже где-то что-то, что-то называется, просочилось, что все эти вопросы уже решены? – Я очень тесно на самом деле отношусь… – Попал, нажал на ту точку. – Да, попал в точку. – Да, я профессиональной деятельностью являюсь заместителем генерального директора акционерного общества «Люберецкая теплосеть». На сегодняшний день наше предприятие дало стопроцентную тепловую энергию во все жилые дома, учреждения, школы, сады, больницы. То есть всем потребителям тепловая энергия поступает в нужном объеме. – Были какие-то во время подачи проблемы, где-то что-нибудь просочилось, или какие-нибудь мини-аварии, или все прошло? – Ну, не мини-аварии – это технические моменты, как завоздушивание систем. Оно имеет место быть, когда она была пустая. – Прокачать ее нужно, что называется. – Ну, вода поступает, ее надо было прокачать. Все. Каких-то серьезных не было, потому что летом у нас проводятся предупредительные плановые ремонты. Котельные останавливаются, теплосети потом к гидравлику проходят, то есть опрессовываются. – То есть работа идет? – То есть с ЖКХ вопросов нет на сегодняшний день? – Предприятие АО «Люберецкая теплосеть» имеет полный штат специализированных сотрудников, свою аварийную службу. Все это на контроле у администрации находится. – Ну, давайте вот на этом приятном месте сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях депутация – это депутатов. Владимир Николаевич Брянцев. И через некоторое время продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, Владимир Брянцев, депутат Совета депутатов, городского округа «Люберца» у нас в гостях. Первую часть мы завершили на приятной ноте. С ЖКХ все нормально, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Хотя мы прекрасно понимаем, что без... Вот не хочется этого слова «авария», да, но каких-то происшествий, которые где-то труба может повредиться. Кстати, вот такой вопрос, коль мы с ЖКХ. Насколько обновлена система вот этих радиаторов? Потому что я знаю, что, например, если старые еще советские, они вроде неплохие эти чугунные. Ну, то есть принято считать, что если советская, то сделана на всю жизнь. Но вот когда у меня, например, меняли отопление, меняли эти батареи, то там спичечная такая спичка с трудом проходила через все эти. Насколько сейчас обновлена вся эта система или еще есть у нас старые батареи в городской муку? Ну, от этого не уйти, я так думаю. Но вообще при подготовке к зиме управляющая компания, которая управляет этим домом, она делает промывку всей системы. То есть вот это отложение, да, за 30 лет, конечно, оно накапливается. А чем промывается? Это специальный состав, вводится в систему отопления, вот, и, ну, гоняется по системе. И все это шлаг, который там, да, ну, может быть, не 100%, но приличное количество, да, уходит. Но все-таки срок службы чугунного радиатора он себя зарекомендовал очень хорошо. То есть вот дома по 40, по 50 лет, они служат, работают, греют. И топят так, что... Даже если и меняют, то меняют опять на чугунный радиатор. Но теплоотдача чугуна хорошая и, наверное, стоимость. Потому что новые конвекторы других биметаллов, они ценовая категория. Потому что это в каких-то случаях ложится на плечи собственников квартир. Еще два вопроса по ЖКХ. Мы же не можем не воспользоваться таким ответственным профессионалом. Новые дома, которые подключаются, или если, например, человек там меняет те же батареи, ну, кто-то купил квартиру и пытается что-то сделать. Насколько эта система работает, и люди куда-то обращаются к вам, если хотят поменять батарею, они же не могут это сами обрезать и сделать? Нет. Вот в этом проблема возникает. Если человек сделал сам батарею, перенес ее куда-то... Да, не дай бог. То система может не пойти по всему дому. С общающимися сосудами. Жалобы не дала разрабатывается проектная документация на теплоснабжение дома, когда он строится. Поэтому кто вмешивается в систему, возникают проблемы. Но это, наверное, еще и незаконно считается, да? Вообще это незаконно, да. Если с того же места снял, поставил, то... Еще полбеды. Еще полбеды, да. А на самом деле есть управляющая компания, которая обслуживает внутреннюю систему многоквартирного жилого дома. Надо обращаться в управляющую компанию и заниматься профессионально этим вопросом. Тем более, что от этого зависит тепло всех. Не только твое, но и всех. Тепло всех, да. Хорошо. Еще такой вопрос. Это стоимость ЖКХ. Вот, например, скажем, в Москве может прийти то на тысячу больше, то на 1200 больше. Что на тысячу меньше. Ну, понятно, разный дом, и так далее, и тому подобное. Начинаешь читать цифры, и вдруг смотришь. Значит, вода, горячая вода, холодная вода. Вот насколько сегодня ценовая политика прозрачно, открыта, и как у нас сейчас со сборами по ЖКХ? Ценовая политика, она всегда открыта, прозрачно. То есть во всех квитанциях об оплате за коммунальные услуги все четко, подробно расписано. Конечно, может быть... Ошибка же может вкраситься. Ошибка вкраситься может. Никто не застрахован. И прописано довольно-таки для многих людей тяжелым техническим языком, скажем так. ОДБ, там что-то, тре-тре-тре, кубических метров. Когда человек обращается в управляющую компанию, все разъясняется четко, ясно. То есть если возникает... Понятно, что когда меньше начислили, никто не придет. Но как только больше, значит, надо пойти выяснить или, по крайней мере, убедиться, что да, вы столько воды потратили, поэтому больше. Либо действительно вкралась какая-то ошибка или за что-то там взяли. Это корректировка называется. Она производится раз в год по окончании текущего года в первом квартале. Потому что начинают считать общедомовые приборы учета, которые учитывают какие-то еще потери. Потому что в течение года оплата идет по 1,12 равными платежами в течение всего года. В конце года сумма эта аккумулируется, берется в расчет общедомовой прибор учета, и, соответственно, по нему уже идет выверг квитанции. Это либо доплата, либо люди, правда, не верят, но есть, которым и перерасчет делают в меньшую сторону. А вот тут слух-то недавно был, ну, сейчас не касаемо городского круга Люберца, чтобы не испугать депутата. Был такой слух на уровне как бы федеральном, что якобы после всех этих перерасчетов граждане будут оплачивать некоторые ЖКХ-услуги за тех, кто не платит. Будет как-то это распределяться. Это слух или есть такие? Это слух. Это слух, да? Это слух. То есть каждый платит за свое? Да, каждый платит за свое. Ну, кто-то его запустил, этот слух. Это люди. Это люди, опять же, которые, наверное, не платят. Да, которые, наверное. Но просто я почему этот вопрос еще касаюсь, потому что действительно бывает раз и тысяча сверху. Но если каждый раз это будет происходить, сверять, то, наверное, это тяжело. Готовится ли какая-то, может быть, на федеральном уровне? И тем более, что у нас уже было повышение летом, да, услуг ЖКХ? Ну, правильно, тарифы растут. И хотя мы не получаем того тарифа, который затраты предприятия несет на вырубку тепловой энергии. То есть все равно еще хочется повысить. Тарифный комитет нас, да, держит. В рамках. В рамках, причем очень таких крепких. Не готовится ли какая-то система, чтобы 100%, чтобы люди не ходили в МФЦ или в управляющую компанию, не спрашивали. А что такое, почему мне так насчитали? Или пока это считается наиболее удобным таким расчетным механизмом? Это я, видите, уже спрашиваю, как пользователь. Я вас понимаю, но... Пока так. Пока так, да. Пока так. Вот хорошо. Владимир Николаевич, идем дальше. Ну, мы не могли просто, понимаете, этот вопрос не коснуться. Давайте поговорим еще. Что еще хотят люди? Вот, может быть, на каком-то уровне домов, подъездов, каких-то личных обращений. Да, мы как раз начали разговор, но перешли на более глобальные вопросы. Да, да. На самом деле, за предвыборную кампанию, на встречах с жителем было зафиксировано порядка 200 обращений по третьему округу, где я являюсь депутатом. Вот, все они приняты в работу, так скажу, что каких-то неадекватных вопросов и просьб у людей не было. То есть, все подвижно. То есть, кто-то написал, да, кинули, такого не было. Действительно, люди, кто приходил на встречи, действительно переживают. Вот, это может быть где-то поставить, помочь лавочку, где-то передвинуть урну, где-то посадить деревья, где-то чуть-чуть расширить проезд во дворе. Где-то что-нибудь незаконное, может быть, убрать? Где-то незаконное что-то убрать, где-то тротуар какой-то люди видят. То есть, есть тропа натоптанная по газону. Пора уже там заасфальтировать. Да, пора уже там заасфальтировать. Несколько в ходе предвыборной кампании удалось сделать таких мероприятий. А, прям даже по ходу еще? По ходу, да. Да, нашли возможности. Мы с коллегами по третьему округу нашли возможность и сделали несколько мероприятий. Остальные зафиксированы, но которые не получится в этом году решить, то они включены в план на следующий год. Ну, и люди об этом узнают. Да, да. Ну, понятно, что передвинуть урну, наверное, можно прям завтра, если на эти люди. А построить вот мост через железную дорогу, например, или подземный переход расширить, то это уже... Как происходит контакт с людьми? Понятно, что предвыборная кампания – это одна история. И она на то и выстроена, чтобы рассказать о себе, чтобы люди пришли. А сейчас уже идет конкретная работа. У вас есть приемная, у вас есть интернет. Есть приемная, есть интернет, есть несколько помощников, которые, ну, без них как бы не обойтись в этой работе. Одному все невозможно охватить. Вот приемная у меня находится в жилищном управлении номер 6, а Оль – ЛГЖТ. Вот каждый последний вторник месяца с 5 до 7. Приходят уже? Будет, вот сейчас будет первый. Ага. Вторник, который будет на следующей неделе, это будет первый мой прием в этом железе. Видите, фактически мы рекламируем вашу приемную. Спасибо. Повезло вам. Вот. Ждете людей? Готовитесь? Да, жду, потому что уже спрашивают на территории, так как я непосредственно проживаю на этой территории. Я каждый вечер на территории. То есть я с работы приехал. То есть вас не обманешь? Да, я все вижу, люди спрашивают. И я надеюсь, что не подведу, потому что если я считаю, что я подведу, то я подведу себя. Хорошо. Еще такой вопрос. А кто эти люди? Потому что, опять же, у многих граждан, не особо вовлеченных в общественную жизнь, а, так скажем, пользователи, ну, есть тепло и есть, есть вода, ну, и есть. Пропало, тогда они начинают искать, а кому обращаться. Кто приходит? Это люди, скажем, зрелые, пожилого возраста или разный возраст, или там, скажем, с различным подходом. Кто-то, наверное, нервный, кто-то спокойный. Кто эти вот ваши избиратели? Вы правильно взяли, вот, округ людей, приходят, в принципе, все. Просто по количеству они разные. Ну, честно, это в основном люди старшего возраста, которые, наверное, еще другой закалки, как их принято. Ну, и знают, куда идти. Да, знают, куда идти. И они, наверное, еще у них выработан такой, я знаю, ну, сейчас это называется, там, активист подъезда, да, там, домовые комитеты создаются. Это всегда люди, которые, я тут жила сто лет, и еще буду сто лет жить, я все знаю. Занимающие активную гражданскую позицию. И, как правило, эта позиция близка к истине. То есть это не просто из воздуха люди, да, берут какую-то. Да, и они ходят, и они контролируют, они взаимодействуют с нами, мы взаимодействуем с ними, и вопросы решаются. Это не то, что пришел человек, задал вопрос, и потом забыл, что он приходил, его задавал. Ну, да, конечно, потому что они заинтересованы в этом решении. Тем более, что, опять же, возвращаясь к самому началу, потому что программа потихоньку движется к финалу, мы вот с помощью Владимира Николаевича выяснили, что даже вот на уровне своих возможностей, в общем-то, это серьезные возможности ЖКХ, как бы за вами стоит такая махина. Ну, у меня это тепло в основном. Все равно махина. А как без тепла-то? Как без тепла? Вот, даже если будет, я не знаю, 50 градусов мороза, мы будем всех греться, хоть в маленьком, но помещении. Все равно к депутату приходят люди с какими-то личными проблемами. Кто-то наверняка просит денег, и вы тогда их, наверное, переправляете к депутатам высшего звена, которые могут рассмотреть их вопрос, там, материальная помощь и так далее. Да, социальные вопросы, конечно, присутствуют. А вот по поводу дети, школы, детские сады, есть такие вопросы или... Есть. Да, мы и школам помогаем, ну, чем обращаются, вот, какие-то мероприятия, мы участвуем в этих мероприятиях, способствуем проведению этих мероприятий. То есть мы активно взаимодействуем со всеми учреждениями, которые находятся, ну, в первую очередь, на нашем округе. Ну, и тем более, помимо округа, вы еще хорошо знаете прям по схеме, где что, потому что благодаря трубам, где все, то есть у вас все в лампочках там, наверное. Да, да. Владимир Николаевич, большое спасибо, что пришли к нам. Понятно, что у вас опыт есть, то есть общественная палата, это даже, ну, депутат, это же представитель народа, общественная палата, это, наверное, еще такой был и остается, как бы, орган общественный, где вот все трудности человеческие, наверное, скапливаются, потому что куда еще обратиться, да? Вот к человеку, который реагирует на проблемы общественные. А тут еще и депутат, когда к ним еще бытовые проблемы и так далее. Мы желаем вам успешной работы. Я уверен, что мы еще встретимся. Будут у нас, наверное, разные вопросы, которые быстро решаются, которые потребуют долгого решения. Ну, а мы просто желаем вам в составе нового совета хорошо и плодотворно работать и в тепле. Спасибо большое. Будем стараться. Спасибо большое. Владимир Брянцев, депутат Совета депутатов городского округа Люберц. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова